Здравствуйте, дорогие ученики! Добро пожаловать на первый урок в разделе «Экология». У меня в руках самый обычный цветок. Вы видели такие множество раз. Может быть, они восхищали вас. Может быть, вы не обращали на это никакого внимания. Ну, в общем, в этом есть что-то абсолютно обыкновенное, нормальное. Но нормальным этот цветок является только для нас, для тех, кто сейчас живет на планете Земля. Я сейчас выражусь немножечко некорректно, но вы поймете, о чем идет речь в конце урока. Мы адаптированы к этому цветку так же, как он адаптирован к нам и ко всему окружающему. А ведь для кого-то это безобидное растение стало настоящим уроком. И представь себе, я говорю о динозаврах. Ведь для них распространение покрытосеменных растений стало одной из причин венраниях. Но прежде чем разбираться с факторами вымирания динозавров, давай разберемся вообще, что такое экологические факторы, а также что такое наука-экология. И да, я скажу тебе сразу, что это не установка ветрогенераторов, это не использование бюроизлагаемых пакетов или забота об окружающей среде. Хотя, конечно же, это тоже очень важно. Но экология – это наука. И в науке мы пользуемся научным подходом. То есть используем эмпирические данные, ставим эксперименты, мониторинг и так далее. Экология изучает то, как разные организмы взаимодействуют между собой и с окружающей средой. С этого и начнем. Выделяются четыре среды жизни. Вода, земля, огонь, воздух. Ну, не совсем. На самом деле выделяют наземно-воздушную, водную, почвенную и организменную среды обитания. И каждая среда обитания имеет свои особенности, свои характеристики. И это, конечно же, влияет на организмы, которые там обитают. Водная среда имеет высокую плотность, очень хорошо передает тепло. А при этом температурные колебания в ней незначительные. То есть в среднем температура всегда более или менее одинаковая. А значит, температурные условия стабильные. Но есть и сложности. Это небольшое по сравнению с другими средами количество кислорода. Есть уровень освещенности, высокое давление и наличие растворенных в среде солей в различной концентрации. Отсюда и внешний вид, и характеристики водных живых организмов. Обтекаемая форма тела, плавучесть, слизистые покровы, механизмы регуляции осмотического давления и развития воздухоносных полостей. Обитатели водной среды делят на три типа. Это планктон. Мелкие организмы, которые живут относительно неглубоко, до 50 метров глубины и переносят течением. Это фитопланктон, водоросли цианобактерии. И зоопланктон, мелкие ракообразные, амебы и инфузории. Нектон – это организмы, которые самостоятельно перемещаются в толще воды на большие расстояния. Рыбы и морские млекопитающие. И бентес – это организмы, которые живут на дне водоемов. Черви, кораллы, моллюски и губки. Наземно-воздушная среда – это родная для нас с вами среда. Для нее характерны низкая плотность, большие температурные колебания и обилие кислорода. А также практически равномерное освещение, относительно стабильное давление, нехватка воды и высокая скорость и сила ветра. Организмы наземно-воздушной среды выработали опорный скелет, обладают механизмами регуляции гидротермического режима, а также их половой процесс не зависит от жидкой среды. Следующая среда – почвенная. Почва – это относительно тонкий слой земли, который образуется благодаря живым организмам и неживому компоненту. Микроорганизмы разлагают органические остатки, что меняет состав почвы и образует гумус. А гумус – это перегной, результат разложения отмерших организмов. Он содержит элементы питания растений, которые под воздействием микроорганизмов становятся доступными для их усвоения. Главная характеристика почвенной среды – это трехфазность. То есть свободное пространство в порах почвы заполнено воздухом или водой. Практически полное отсутствие света и температурных колебаний, за исключением близких к поверхности глубин. Высокая плотность и давление. А также постоянное поступление органических веществ за счет отмирающих организмов, например, корней или листьев. Обитатели почвенной среды довольно причудливые. Они обладают вальковатой формой тела, то есть гладкой, округлой, вытянутой формой, напоминающей вал. Имеют слизистые покровы и гладкую поверхность тела. У некоторых имеется копательный аппарат и развитая мускулатура. А размеры организмов в почвенной среде – микроскопические или мелкие. И последняя среда – организменная. Да-да, вы все поняли правильно. Это жизнь внутри других организмов. Для этой среды характерны практически неограниченный запас пищи, хорошая защита от внешних воздействий, ну, кроме эктопаразитов, и постоянные стабильные условия. При этом организмы, обитающие в такой среде, вынуждены перманентно защищаться от иммунных клеток и веществ хозяина. К тому же в этой среде отсутствует кислород и свет. Для обитателей организменной среды обитания часто характерна коадаптация. Коадаптация – это когда организм хозяина и организм паразита приспосабливаются друг к другу. И частенько это даже перерастает в симбиоз, то есть взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, такие организмы вырабатывают защиту от переваривания хозяина и так называемую систему заякоривания в среде. Для обитателей организменной среды характерны усиление полового размножения и редукция, то есть отказ, ну, или деградация органов зрения и пищеварения, так как часто они им просто-напросто не нужны. Видите, как отличаются организмы в разных средах обитания? А все потому, что в ходе эволюции у них закреплялись те мутации, которые были полезны конкретно в данной среде обитания. Но если эти условия поменять, особенно если это сделать резко, то организм может не успеть приспособиться. Причем речь идет не об отдельном организме, а о виде в целом. Потому что для того, чтобы появились новые адаптации к новым условиям среды, нужно время. Вернемся к нашим динозаврам. Вот жили они себе спокойно, жили, каждый в своей среде обитания. Но неожиданно произошло несколько очень серьезных изменений. Первые вы наверняка знаете сами. Это падение астероида Чикшулу. Эта катастрофа вызвала резкое изменение условий практически в каждой среде обитания. И теоретически динозавры могли бы адаптироваться к новым условиям. Но по одной из версий современной науки, эти изменения спровоцировали бурное развитие цветущих растений. Постепенно цветочки вытеснили царствующие тогда на планете папоротники и другие споровые растения. А те, в свою очередь, были главной пищей для динозавров. Это называется каскадный эффект. Когда одно явление провоцирует другое, более масштабное. В итоге динозавры оказались не адаптированы к новым условиям и просто не успели приспособиться. Получается, что самый безобидный цветок может стать сокрушительным экологическим фактором. А какие вообще бывают факторы? Их делят на три основные группы. Абиотические – это факторы неживой природы, так называемые астерои. Биотические – взаимодействие организмов друг на друга, например, цветущие растения. И антропогенные. Они появились совсем недавно, лет эдак 200-300 тысяч назад. Это влияние человека на жизнь других организмов. Любой экологический фактор имеет пределы положительного влияния на организм. То есть у каждого экологического фактора есть определенное значение, которое будет оптимальным для живого организма, и значение, которое может стать углубительным для него. Это называется закон оптимума. Например, слишком низкое количество кислорода опасно для млекопитающих, так и слишком высокое. Нам нужна строго определенная концентрация кислорода. И вот этот допустимый для жизни диапазон, в котором мы можем дышать, называется закон оптимума или зона нормальной жизнедеятельности. Если концентрация кислорода слишком низкая или слишком высокая, но в ней еще можно жить, то такой диапазон называется зона пессиума или зона угнетения. Все эти зоны в месте, где организм не погибает и может выживать, называются пределы толерантности. У кого-то предел толерантности широкий. Такие организмы называются эврибионты. Например, обыкновенная елка. Она может выжить в самых различных условиях, от пустыни до тундры. А вот тропическая орхидея может выжить только при определенной температуре и уровне влажности. Такие организмы называются стенобионты, и они обладают узкими пределами толерантности. При этом широкие пределы толерантности к одним факторам не означают широкие пределы толерантности к другим. Вед, способный переносить значительные колебания влажности, может не переносить сильные колебания температур. Это называется закон относительной независимости к расспособлению организма. А еще существует закон ограничивающего фактора. Здесь нам поможет так называемая бочка либиха. Представим, что каждая дощечка в этом ведре это фактор, влияющий на организм. Наличие питательных веществ, содержание кислорода, содержание железа. А это содержание азота. Давайте нальем сюда воду. Вот так. Видите? Независимо от того, насколько много кислорода и питательных веществ, полноценно существовать в этой среде наш организм не может. Ему не дает это сделать всего лишь один, один фактор – азот. Он-то и становится определяющим. То есть из всех факторов, действующих на организм, наибольшее влияние на его жизнедеятельность оказывает тот фактор, который сильнее всего отклоняется от оптимальных значений. Также нельзя полностью заменить один фактор другими. Например, свет необходим растением для фотосинтеза. Невозможно заменить полное отсутствие света оптимальными значениями температуры или влажности. Это называется законом незаменимости фактора. Кроме того, действие одного фактора может зависеть от того, какое влияние оказывает другой фактор. Например, мы легче переносим жару при низкой влажности воздуха. Это называется законом совместного действия факторов. Так каким же образом организмы приспосабливаются к экологическим факторам? Что же нужно было сделать динозаврам, чтобы спастись от цветов? Начнем с абиотических факторов. Их очень много. Содержание определенных веществ в воздухе, химический состав почвы. Но выделяют три наиболее важных абиотических фактора. Это температура, вода и свет. Это основа проявления жизни на нашей планете. И начать стоит с температуры. Существуют температурные границы жизни, за пределами которых существование живых организмов практически невозможно. Верхняя граница – это 45 градусов по Цельсию. Как же так, спросите вы? Прошлым летом мы всей семьей были в Египте, и там температура выше, а жизнь как-то существует. Дело в том, что при 45 градусах происходит денатурация большинства белков. Поэтому организмы, живущие в таких условиях, научились остужать свой организм или используют термостабильные белки с большим количеством связей в теретичной структуре. Чуть позже мы вернемся к этому. А нижняя граница – это температура замерзания воды. Вода при замерзании расширяется, увеличивается в объеме, а из-за этого разрушаются мембранные структуры клетки, и она погибает. В ответ на это организмы научились себя как-то греть. Но как? Во-первых, существуют биохимические адаптации. На клеточном уровне организмы увеличивают долю насыщенных жирных кислот в мембране, а это увеличивает текучесть мембраны, чтобы она не твердела при низких температурах. Внутри клетки накапливаются антифризы – углеводородное соединение, которое мы называем спиртами. Это понижает температуру замерзания раствора, и клетка не кристаллизуется. А при высоких температурах в клетках увеличиваются связи в третичной структуре, что препятствует денатурации белков. Например, растения научились транспирации, то есть они передвигают воду внутри себя и испаряют через наружные органы, чтобы снизить температуру. Кроме того, растения впадают в так называемое состояние покоя в зимний период, сохраняя процессы жизнедеятельности при отрицательных температурах. Также растения имеют морфологические адаптации, например, расположение листьев, размер рассечения листовой пластины, опушение или изменение формы. У животных еще больше адаптаций. Среди физиологических – выработка тепла, гомоэтермия, потоотделение или испарение жидкости с поверхности слизистых оболочек, чтобы охладиться, анабиоз, оцепенение и спячка. Последние три очень схожие процессы, но крайне важно понимать разницу. Анабиоз – это почти полная остановка жизненной активности. Он возможен только для самых простых организмов, чтобы пережить опасные для жизни условия. Оцепенение – это когда организм сводит активность к минимуму. Процесс характерен для хладнокровных животных и помогает справиться с неблагоприятными факторами. А спячка – это период снижения активности млекопитающих, к которому они готовятся заранее. Также животные дрожат. Сокращение мышц выделяет дополнительное тепло. Замечали ли вы, что когда вам холодно, вы начинаете дрожать? ПРРР! К другим физиологическим адаптациям животных относятся снижение суточной активности и изменение просветов сосудов кожи. Среди морфологических адаптаций можно выделить мех, перья, жировые запасы, а также изменение всего тела или отдельных его частей и цвета. Вы наверняка знаете, что теплокровные животные одного рода, живущие в разных климатических зонах, отличаются по размеру. Это правило Берггана. Дело в том, что если животное более крупное, то у него уменьшается отношение объема к площади поверхности. И таким образом уменьшается количество отдаваемого тепла. Понимаю, это звучит немножечко противоречиво, но это так. Чем крупнее животное, тем отношение объема к площади поверхности меньше. И, соответственно, животное отдает меньше тепла. То же самое с отдельными частями тела. Чем больше поверхность, тем больше теплопотери. Поэтому у некоторых животных в жарком климате, например, большие уши. А у их родственников с севера уши маленькие, чтобы не терять драгоценное тепло. Это правило Алана. Теплокровные животные одного рода, обитающие в более теплом климате, имеют больше размер выступающих частей тела, чем животные в холодном климате. Важно помнить, что это относится только к млекопитающим, которые обитают в наземно-воздушной среде. Потому что в почвенной и водной среде обитания выступающие части тела могут мешать передвижению. Ну и, конечно же, там нет таких резких колебаний температур, как в наземно-воздушной. Цвет также влияет на теплопотери. Теплокровные животные, обитающие в более теплом и влажном климате, имеют темную окраску. А близкородственные виды животных, обитающие в холодном и сухом климате, имеют светлую окраску. Это правило Глогера. Оно объясняется тем, что в условиях теплого и влажного климата лучше осуществляется синтез пигментов. А также в холодном климате тусклая окраска способствует маскировке. Но кроме этого, у животных существуют этологические или поведенческие адаптации. Они могут пользоваться убежищами, мигрировать, кочевать, собираться в группы. Или птицы, например, научились нахохливаться. Следующий важный абиотический фактор – это вода. У организмов, которые живут в водной среде, недостатка в этом факторе нет. А вот в других средах вода может быть крайне труднодоступной. Просто-напросто из-за отсутствия воды на местности. Или из-за слишком низких температур. Или, например, вода есть, но в ней слишком высокая концентрация солей. И, конечно же, организмы адаптировались и к таким условиям. У микроорганизмов накапливаются осмопротекторы – многоатомные спирты, которые выполняют функцию воды в клетке. А растения могут высыхать или впадать в анабиоз, накапливать воду в акуолях. Или, например, растения в сухом климате накапливают воду в особой ткани водоносной паренхины. Другие растения имеют толстую кутикулу, видоизменяют листья в колючке, меняют корневую систему или имеют устицу в углублениях. По отношению к воде растения делятся на несколько типов. Гедатофиты. Они целиком или полностью погружены в воду. Это, например, кувшинка или роголистник. Устица гедатофитов расположена на верхней части листьев или вовсе отсутствует. Листья сильно рассечены, так они лучше поглощают свет и воду, потому что увеличивается площадь поглощения. Корни у них развиты слабо, потому что поглощение воды и минеральных веществ происходит всем телом. Также у гедатофитов развита айренция. Она нужна для газообмена, помогает дополнительно поддерживать тело в вертикальном положении и обеспечивает плавучесть. Плоды таких растений тоже плавучие, что способствует их распространению. Гедрофиты растут на мелководье или вдоль берегов. Это тростник, рогоз и камыш. У них много кустиц, расположенных на верхней стороне листа для активной транспирации. Напоминаю, транспирация – это движение воды через растение и ее испарение через наружные органы. Корни гедрофитов находятся в воде, поэтому в корнях развита айренхима для газообмена. Гиграфиты не путайте, здесь буква Г. Они встречаются в условиях высокой влажности, в нижнем ярусе сырых лесов. Такие растения любят тень. Мизофиты растут в условиях умеренной влажности. Это луговые травы, деревья и кустарники умеренного климата. Ксерафиты – это растения, растущие в засушливых условиях. Да-да, кактусы, точнее суккуленты. К ним относятся и кактусы, и, например, алоэ. У них крайне развита водозапасающая ткань в стеблях и в листьях. Мочковатая корневая система, большая часть которой располагается в поверхностном слое почвы. Когда выпадают осадки, корни впитывают максимально много воды. Вместо листьев у суккулентов колючки, чтобы уменьшить транспирацию. У некоторых встречается опушение. Толстая кутикула для уменьшения испарения и ребристый стебель, чтобы уменьшить нагрев, а также для конденсации росы. Ксерофитами также являются склерофиты. Это, например, верблюжья колючка или ковыль. Корневая система ксерофитов стержневая и уходит глубоко в почву, чтобы дотянуться до грунтовых пор. Листья мелкие, рассечены, опушены или покрыты восковым налетом. Устиц мало, они расположены в углублениях, чтобы минимизировать испарение. Механические ткани ксерофитов хорошо развиты. Благодаря этому растения сохраняют форму даже при обезвоживании. То есть, когда тургорное давление падает. А именно за счет этого давления в клетках многие растения и держат форму. Что же касается животных, то механизмы адаптации к недостатку воды в некоторой степени менее эффективны, чем у растений. Из физиологических адаптаций можно выделить, ну вот, например, запасание жира. Потому что при расщеплении одного грамма жира выделяется один и один грамм метаболической воды. Например, горб верблюда. Это жир, который расщепляется с выделением воды. Пототделение, испарение воды со слизистых, экономия воды с выделением мочи и кала. А также, кстати, очень интересно, что можно использовать другой метаболический продукт. Например, мочевую кислоту. Потому что мочевая кислота требует гораздо меньше воды для выделения. Снижение суточной активности. А у некоторых видов анабиоз, оцепенение или спячка. Некоторые животные имеют морфологические механизмы. Например, раковины, роговые или хитиновые покровы. Которые снижают испарение. Ну и, конечно же, поведенческие адаптации. Это поиск водопоев, выбор места обитания и рытье нор. Что-то слишком темно. Да будет свет. Вот так, хорошо. Без света жизнь невозможна на нашей планете. Но свет бывает разным. Солнце излучает широкий спектр света. Часть его мы видим, а часть остается незримой. Но это невидимое излучение продолжает на нас влиять. Вот, например, ультрафиолетовое излучение. Это самые короткие волны света. В больших дозах такое излучение губительно для всех живых организмов. И именно поэтому в больницах и поликлиниках проводят кварцевание ультрафиолетом. Это гарантированно стерилизует помещение. Избыток ультрафиолета вызывает мутации в клетках. А вот в небольших дозах такое излучение наоборот полезно для животных и человека. Потому что участвует в синтезе так необходимого для нас витамина D. Большинство ультрафиолетовых лучей задерживается озоновым слоем планеты. Именно поэтому разрушение озонового слоя так опасно. Ведь мы лишимся единственной защиты от опустошающего излучения. Видимый спектр света участвует в фотосинтезе. Является причиной фотопериодизма, суточной и сезонной активности живых организмов. А также позволяет животным ориентироваться в пространстве за счет зрения. Инфракрасные излучения – это самые длинные волны. Именно инфракрасные излучения являются источником тепловой энергии. А некоторые виды способны воспринимать это излучение. Как, например, змеи, комары охотятся на теплокровных животных, определяя инфракрасные излучения, то есть тепло, которое они излучают. Растения по отношению к свету делят на три основных типа. Гелиофиты или светолюбивые растения, сцеофиты, тенелюбивые, и так называемые факультативные гелиофиты или теневыносливые растения. Что даже важно, то их адаптация к недостатку света вам наверняка уже известна. Вернемся к нашим динозаврам. Они столкнулись с резким изменением абиотических факторов. Изменилась температура, количество воды, количество света. Но, как мы уже поняли, существует масса механизмов, которые могли бы им помочь адаптироваться. Почему же они не успели? Слишком резкое изменение условий окружающей среды? Возможно. Хотя, чего это я? Ведь вы уже знаете ответ. Здесь сыграли свою роль еще и биотические факторы. Начнем с того, что существуют разные формы влияния живых организмов друг на друга. Мы об этом уже говорили в уроке про симбиоз. Это полезные отношения. А еще бывает нейтрализм и антибиоз. Это когда один организм наносит вред другому. С нейтрализмом все просто. Виды обитают вместе, но не оказывают друг на друга почти никакого воздействия. Ну, например, белка и олень. Или синица и заяц. А вот у симбиоза и антибиоза существуют разные виды. Начнем с симбиоза. Первый вид симбиоза – мутуализм. Это когда взаимодействие обязательно для выживания каждого вида. Например, актиния и рыба-клоун. Термиты и простейшие. Жвачные животные и симбиотические бактерии. А вот протокооперация – это необязательное, но взаимовыгодное взаимодействие. Например, как у муравьев петли. Или носорога и воловьи птицы. Эти два вида симбиоза выгодны для всех его участников. Но есть еще комменсализм. Это когда симбиоз выгоден только одному виду, но при этом не приносит вреда другому. Это и отличает комменсализм от паразитизма. Это может быть квартиранство, как членистоногие живут в гнездах птиц. И нахлебничество, как гиены доедают за львами или рыба прилипала, используют акулу в качестве удобного транспорта и источника пищи. Но при этом ни один из перечисленных вариантов не приносит вреда. Чего не скажешь об антибиозе. Здесь всегда есть тот, кто причиняет вред и тот, кому вред причиняется. Начнем с простого. Хищничество. Один вид питается другим и при этом убивает его. Между видами нет постоянного взаимодействия. Паразитизм. Его главное отличие от комменсализма в том, что паразит не только получает выгоду, но и наносит вред носителю. Взаимодействие тут постоянное. А при гибели хозяина погибает и паразит. Есть еще один необычный вид антибиоза – это аминсализм. Это когда один вид наносит вред другому, но не получает от этого никакой выгоды. Ну, просто так получилось. Например, большая и высокая ель затеняет другие растения и мешает им развиваться. Последний вид антибиоза – это конкуренция. Чтобы объяснить этот вид, вспомним закон конкурентного исключения, который сформулировал советский микробиолог Георгий Францевич Гаузов. Если два вида со сходными требованиями к среде вступают в конкурентные отношения, то один из них должен погибнуть, либо изменить свой образ жизни и занять новую экологическую нишу. Конкуренция бывает внутривидовая и межвидовая, между особями видов со схожими потребностями. Важно понимать, что взаимодействие живых организмов также делится на типы. Всего их четыре. Трофические – когда один вид питается особями или остатками из продуктов жизнедеятельности другого вида. Это хищники и капрофаги. Топические – это когда один организм создает среду для обитания другого. Я уже приводила примеры с гнездами и членистоногими. Форические – это когда один вид участвует в распространении другого. Например, зоохория – распространение семян животными. И, наконец, фабрические – это когда вид создает сооружение с помощью продуктов жизнедеятельности, останков или живых особей другого вида. И какой же биотический фактор поставил точку в вопросе выживания динозавров? Цветущие растения нанесли вред динозаврам, но не имели от этого выгоды. Значит, это был именсализм. Но при этом со споровыми растениями у покрытых семенок была межвидовая конкуренция, которую цветы успешно выиграли и вытеснили споровые с привычных мест обитания. Ну что ж, давайте подведем итоги сегодняшнего урока. Экология – это наука взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей средой. Существует четыре среды обитания – водная, наземно-воздушная, почвенная и организмная. Экологические факторы, которые влияют на организмы, делятся на абиотические, биотические и антропогенные. Любой экологический фактор имеет пределы положительного влияния на живой организм. Широкие пределы выносливости вида к одному фактору не означают таких же пределов толерантности к другим факторам. Из всех факторов, действующих на организм, наибольшее влияние на жизнедеятельность организмов оказывает тот фактор, который сильнее всего отклоняется от оптимальных значений. Нельзя полностью заменить один фактор другим. Результат взаимодействия экологического фактора во многом определяется тем, какое влияние оказывают другие факторы. Биотические факторы делятся на симбиоз, нейтрализм и антибиоз. Симбиоз делится на мутуализм, протокооперацию и комменциализм. Антибиоз делится на хищничество, паразитизм, амменциализм и конкуренцию. Если два вида вступают в конкуренцию, то один из них должен погибнуть или занять новую экологическую нишу. Надеюсь, вы хорошо все запомнили. Наш урок подошел к концу. А на следующем занятии вы узнаете, почему нашей планете не грозит перенаселение и при чем здесь математика. До скорых встреч!